Всем привет! Сегодня у нас солнечный день, но опять же прохладный. Я в своей новой шапочке, которую в прошлый раз купила, всю зиму отходила без шапки, а в середине апреля пришлось одеть, потому что немного застудило уши. Даже не уши, вот здесь, в этом месте, продуло. У нас в Латвии, ну кто живет в Латвии, конечно, знают, у нас открыли магазины, но, к сожалению, не открыли большие магазины, а только маленькие. Сегодня я приехала к такому небольшому торговому центру у нас здесь, в Юрмале. Если честно, у нас в Юрмале вообще нет нормальных магазинов. То есть таких магазинов, где можно купить обувь, одежду. Есть маленькие частные, но вот сейчас интересно посмотреть вообще за этот период, вот за три месяца, пока мы были в чрезвычайной ситуации, сохранились ли эти магазины. Ну, они не очень хорошие, там в основном китайский товар. И вот в этом торговом центре, в который я сейчас пойду, на самом деле там вообще купить нечего, ну, может быть, такую повседневную рабочую одежду. А так там ничего хорошего нет. Я лично там вообще-то никогда ничего не покупала. О, мужчина пошел с тремя бутылками, нет, с двумя алкоголя, одной бутылкой воды и маски. Как-то интересно. Ладно, пойдем посмотрим, что у нас есть в Юрмале, какие магазины работают маленькие. Кстати, большие магазины, они очень-очень злые, они добиваются, требуют у правительства, чтобы их каким-то образом открыли и организуют торговлю на улице. Представляете, вот сейчас, если поехать в Ригу, все торговые центры у нас находятся в Риге. Конечно, Юрмала, здесь не проблема доехать до Риги и попасть в эти торговые центры. Ну, какие-то вот со стороны Юрмала, какие-то ближе, какие-то дальше находятся. Я обычно езжу в торговый центр Спицы, но он тоже не работает сейчас. Ну, я даже не знаю, какая там ситуация, организовали ли они торговлю на улице или еще нет. Единственное, вот Аутлет я ездила, мое прошлое видео, по-моему, я снимала, да, которое находится на трассе Рига-Юрмала. Ну, туда можно съездить, кстати, ну, неплохо там можно купить нормальную одежду и обувь также. Ладно, все, идем, мне уже жарко в машине. Вот он, этот наш единственный такой торговый центр. Здесь мебельный Аутлет есть. Что тут у нас еще есть? Ну, такой небольшой обувной магазин. Ну, обувь одежда, да, продуктовый. Так, открывается. Да, здесь работает, я смотрю, работает магазинчик. Открытый. Много товара, много. Ну, конечно, три месяца никто ничего не покупал. Падиаторы. Сапоги. Зимние. Зимние, долгожданные. Сумки. О, по 5 евро, да? Точно по 5 евро. Смотрите, обуви сколько-то, ага. Дешевые, китайские. Вот. Тоже по 5 евро. Вот эти ничего такие. 5 евро, да? Бери, не хочу. 5 евро. Ну, а что? Детям нужно брать. Но ее все равно быстро стопчут. О, какие. Эти вообще классные. Такие легонькие. 5 евро. Может мне такие взять? Куда я у них пойду? Так, здесь уже по 10 евро. Такая уже получше обувь. Ну, я, конечно, такую не ношу. Да, хорошие они тут сделали скидки. В принципе, она так и стоит, эта обувь. Может, таким ценам ее еще можно взять? Больше 15 даже. Ничего. Такие ничего. Боже, я так испугалась. Мало человек стоит. Какие-то звуки. А, кто-то примеряет. Это что такое? 37 евро. А, это брючный костюм. Да? Мужской. Пиджаки. Кому нужно. Налетайте. Кеды. Очень много товара. Даже новая коллекция у них. И новая, и старая. Вот. Ну, такое. Вот видите, рабочее все. Каждый день. 15 евро. Вот здесь сколько. Снова кеды. 5 евро. 7 евро. 10 евро. Здесь даже кожаная обувь есть. Мужская. Мужская. 32 евро. 35. Польская. Вот еще один китайский магазин. Тут разных безделушек. Ну, здесь разные носки. Ой. Я не люблю тоже такие магазины. Всего понаставлено. Ну, хотя, если что-то нужно, можно купить. Вот кружки, например. Знаете, береточки тут разные. Что мне нужно? Кто бы подсказал? Может быть, мне тут что-то нужно? Зарядки разные. Что это такое? Ага. Ага. Carfem Charger. Так. Здесь есть детская обувь. По скидкам. 30-50% скидка минус. А сейчас уже летняя нужна. Какие-то такие ничего. Красивые. Очень красивые. Легенькие. Нормальные точно. Вот где мне товар, так и провисел. Красивый печенчик для детей, да? Тут неплохие вещички. Курточки симпатичные. С рукавочки. Здесь на мальчиков. Тут большой аксессивный. Ребенка можно одеть. Неплохо. Так, а здесь мужской ряд. Тоже выбор есть. Угу. Ох, сколько здесь товара. Куртки даже. То ли кожа, то ли под кожу. Здесь, кстати... Нет, это, конечно, не кожа. Тоже женский ряд пошел. Ой, сколько товара. Очень много товара. На всю юрнула хватит одежды. Нижнее белье. Джинсы. Джемпера. Толстовки. Куртки. Ну все, все такое, видите? Летнего ничего. Пока я не вижу никаких маек. Уже хочется все летнее покупать. У нас, кстати, есть летние маечки. Но это синтетика. Это ХБ. Нет, это тоже синтетика. Это ХБ. Хотя, может быть, тоже не чистое ХБ. Такие дешевые. Еда нет. Так, второй этаж тоже открыт. Все работает. Все работает. Я никуда не пойду, только покажу. Мебельный открыт. ДГС. Это Second Hand. Здесь магазин. И там еще какой-то магазин. Я его не видела. Я туда зайду, посмотрю. Какой классный. Качество. Вообще ничего. Это сколько? Тоже Турция все. Турция очень дорогая. 35 евро. О, еще красивая тоже. Тоже Турция. Нет, это Италия. 50 евро. Да, вижу, что большой. Турецкие. Ну, очень дорогие. Но неплохие. После посещения этого магазина на меня накатило легкое чувство депрессии. Очень уж такой товар, ну, скажем, совсем дешевый. Даже за 5 евро вот эта обувь, она все равно очень неудобная и лучше купить в несколько раз дороже, но зато это будет удобная, красивая обувь. Поэтому я ничего не покупаю в таких магазинах. У нас еще есть одно место, где можно купить одежду. Это рынок Лиго. Я подъехала сейчас с обратной стороны и вижу, что здесь все разрыто, куча песка. И вижу еще, что здесь для детей открыта площадка. 9D аттракция. Аттракцион 9D. Так, что же там детская электромобильная трасса. Так, я зашла вовнутрь, и что я вижу? Здесь все закрыто. Вот это часть, где находятся магазины. Здесь косметический ремонт. Видимо, потом они будут работать. Да, здесь все закрыто. Вся эта вот часть, где продается одежда и обувь. Здесь тоже магазин пустой. Вижу, там частный магазинчик открыт, по-моему. Да, если есть одежда, значит, он работает. И еще там один магазин. Надо посмотреть. У меня же само интересно, что у нас работает. Куда пойти? Да, что купить? Кстати, там тоже, по-моему, одежда. женская одежда, магазинчик. Хорошо. Ну, и вот у нас еще два магазинчика. Здесь вроде как одежда, там обувь. Ну, я сейчас не буду заходить, потому что уже не хочу, уже поздно. Ну, они до шести работают, да, но я уже не хочу. Главное, что они работают, я вижу. Маэстр дайам, лудзу звонят, пе дурвим. Да, надо звонить в дверь, они работают. Отлично. Ну, похоже, что и здесь тоже работает. Масочки. О, маски такие. 70 центов, да? А, три человека здесь запускают. Я, кстати, сейчас зашла в оптику, хочу себе очки сделать. Ну, там только по одному человека запускают. А я же долго всегда выбираю оправы. Я могу там час выбирать и ничего не выбрать. Вот, ну, я им сказала, что я приду к ним. Тем более, там такая хорошая скидка. Сколько тебе лет, столько тебе и скидка. Так, я нашла белорусский магазин обуви. Вот сюда тоже нужно будет зайти. Похоже, а может быть, он не работает? Нет, должен работать. В принципе, вот и все. Но это в нашем микрорайоне, конечно же, есть улица Йомас, там магазины такие достаточно дорогие бутики. Ну, там тоже как бы они маленькие, они частные, цены там высокие. Как-то, знаете, неинтересно совсем. Вот, мы уже привыкли так ходить по большим шопинг-центрам, которые нам все не открывают. Вот, и когда они откроют, хотелось бы, конечно, чтобы открыли, чтобы все работало, вот, чтобы все вернулось так, как оно было раньше. Всем пока, до новых видео!